Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более 1200 пожаров и загораний. В результате погибли уже 23 человека. Минск чрезвычайный. Последствия сезонной беспечности. Сразу несколько жизней столицы на минувшей неделе унесла вода. В карьере на улице Горецкого утонула 25-летняя девушка. Погибшая отдыхала в компании друзей на берегу технического водоема, где купаться категорически запрещено. Пренебрегая этим, молодая женщина пошла в воду и утонула. Немногим позже, но уже на улице Калиновского, утонул 46-летний мужчина. Он был пьян, шел вдоль берега и в какой-то момент оступился и скатился с крутого склона в воду. Прохожие вызвали МЧС, но спасти мужчину не удалось. И еще одна трагедия, которая произошла на улице Берута. Здесь, в водоеме, непредусмотренном для купания, утонул 49-летний мужчина. Перед тем, как зайти в воду, он также употреблял спиртное. МЧС рекомендует, выбирайте для отдыха только обустроенные водоемы. И помните о правилах безопасности на воде. Минск чрезвычайный. В воскресенье вечером в доме на улице Кольцова в микрорайоне Зеленый Лук раздался мощный хлопок. После этого в квартире на первом этаже начался пожар. На место инцидента выехали 9 пожарных расчетов. Взрывом выбило стекла на трех этажах, в соседних квартирах и в подъезде. Закопчены стены и потолок лестничного марша. Находившиеся внутри горящей квартиры трое мужчин, всем им от 40 до 45 лет, покинули жилище еще до приезда спасателей. Кроме ожогов, у одного из пострадавших травма головы, у второго – руки. С выше расположенных этажей с помощью масок для спасаемых работники МЧС спасли пятерых человек. Одна из которых, 86-летняя пенсионерка, была доставлена в больницу, но после обследования отпущена домой. Что касается возможных причин ЧП, то они устанавливаются. Рассматривается версия вспышки топливо-воздушной смеси. Еще раз предупреждаю вас и о соблюдении правил безопасности в местах отдыха. Вчера в одном из столичных парков серьезные ожоги получила 33-летняя женщина. При розжиге мангала легковоспламеняющейся жидкостью на ней загорелась одежда. Также вчера спасатели пришли на помощь трехлетнему ребенку, оказавшемуся запертым в автомобиле. Мать которого, выходя из машины, открыла дверь, но сильный порыв ветра захлопнул ее, в результате чего сработал центральный замок. Ребенок, к счастью, не пострадал. На этом сегодня все. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.